Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и у нас сегодня необычный день. У нас сегодня Dog Day. Я думаю, вы догадываетесь, что это значит. А это значит, что это тот день, когда мы берем своих прекрасных собак в количестве двух штук, черненький, бежевенький, и отправляемся по каким-то интересным делам вместе с ними. Сегодня мы как минимум планируем съездить в зоомагазин и в Ленту, потому что, помните, на прошлом шоппинге в Ленте мы узнали о том, что в Ленту теперь можно ходить с животными, и даже для этого есть специализированные корзинки, вернее, тележки. Так что, как минимум, две задачи мы должны выполнить. Ну, а в целом посмотрим, что из этого получится. Просто хочется с ними погулять, насладиться весной, потому что у нас сегодня один из таких самых жарких, даже можно сказать, дней на улице плюс 15, где потом обещают снова заморозки. Так что будем наслаждаться жизнью вместе с собаками, насколько это возможно. Для тех, кто смотрит, нас впервые знакомимся, это мистер Фунти. И черный, хвостатый и опасный мопс. А это мистер Баксик, собака-забияка. А если быть точнее, самый милый мопс на свете. Они абсолютно разные, но все-таки они вместе. И сегодня они отправляются в свое мини-путешествие. Кто-то уже хочет спать, да, мистер Фунтик? Прямо сейчас мы находимся еще пока что возле нашего дома и отъезжаем от него. За камерой, как всегда, безупречный, прекрасный Денис, мистер оператор. Пацаны, вы готовы? Я думаю, да. В этой ситуации самое главное, чтобы была готова я. Ну, я вроде бы готова, так что пристегиваемся и отправляемся в наш мини-трик. Кто смотрел видео про мистери бокса на канале Машу Зум, те, наверное, узнают сейчас вот этот плед. Я его взяла сегодня с нами. И он оказался очень классным. Такой он мягенький, собачкам нравится. И что самое главное, сейчас он не жаркий. То есть отлично на теплую погоду. Чтобы им было и комфортно, и в то же время не жарко. Пацаны, наконец-таки заняли уютную, удобную позу. Я им еще достала вот такое вот полотенечко, чтобы им было еще более комфортно. И мы заехали в красивейший лес. Посмотрите, по какой дороге мы едем. Снег еще, конечно, не растаял. Ну и всей нашей дружной компанией. Такую ветреную погоду, что она всех сдувает. Мы приехали в Мегу. Будем здесь гулять, наслаждаться погодой, насколько это возможно. Ну и самое главное, в Меге есть большой зоомагазин, в который мы очень сильно хотим сходить. Наконец-таки его посетить вместе с собаками. Погнали! Ну что, дорогие друзья, добро пожаловать на наше первое публичное выступление. Задавайте свои вопросы, с удовольствием на них ответим. Проведем автограф и фотосессию. Что вы спрашиваете, сколько лет Баксику? Да ему уже будет 6 через полтора месяца. Сколько лет Фуничке? Да я всегда забываю, вроде бы 2 годика. Смотрите, какая большая сцена и все для нас. Пошли, все, мы провели наше мероприятие. На все вопросы ответили, спускаемся красиво. Самое приятное здесь, что есть травка. Давайте, запрыгивайте. Молодец, смотри, сейчас траву увидят. Бакс, иди сюда. Молодец. Кайф, да? У нас первый перерыв на попить. Сколько всего у нас сегодня их будет интересно. Я всегда беру с собой вот такую вот чашечку складную и водичку. И они с удовольствием из нее пьют. Фун, тебе еще хочется, чтобы я воды налила? Смотрите, показывают, где бутылка с водой. Пьют они, конечно же, по очереди. Давайте, пацаны, собираемся. Сейчас вы пойдете на свой первый шопинг в зоу-магазин. Я даже думаю, что это их первый вообще поход в торговый центр, да? Вы же не были? Ну, Бакс был, а Фунчик нет. У Фунтика сегодня будет много новых впечатлений, да и у Бакса тоже. Если бы вам предложили оставить в доме только одну единицу техники, что бы это было? Делитесь в комментариях. В моем случае, конечно же, ноутбук. В нем буквально вся жизнь. Когда надо поработать работу, я беру ноутбук. Когда надо отвлечься от работы, я беру ноутбук. Да, не важно, какая у меня задача стоит на данный момент. Заполнить и распечатать договор или посмотреть любимый сериал, в любом случае, я это делаю с ним, ноутбуком ОСЕО. Так что знакомьтесь, это ноутбук российской сборки линейки Focus Line с диагональю 15,6 дюймов. Благодаря тонкому корпусу из алюминия я могу быть уверена, что мы любимые питомцы его не поцарапают, если я оставлю его на диване. Во время работы я уже смогла оценить яркий IPS-экран 300 нит, большой тачпад и подсветку клавиатуры от края до края. Так что с ним комфортно как в светлое, так и в темное время суток. Совершать рабочие и не только звонки можно благодаря фронтальной камере 1,9 мегапикселей. Картинка получается живая и яркая. Ноутбук заряжается через компактную зарядку USB Type-C и может спокойно работать до 8 часов автономно в режиме видео. Так что с ним можно смело завалиться в кровать и наслаждаться своим любимым сериалом. Отдыхать с ним после рабочего дня одно удовольствие. А при необходимости можно добавить два слота оперативной памяти до 64 гигабайт с возможностью апгрейда ноутбука без потери гарантии. И от каждого процесса ты действительно получаешь удовольствие, ведь он не просто шустрый в работе, но и визуально эстетичный, и тактильно приятный. А еще мобильный благодаря весу в 1,7 кг. Его легко можно закинуть в сумочку и отправиться по делам. И что меня радует больше всего, так это гарантия, сервисный центр находится по всей России, что гарантирует оперативное и качественное обслуживание. Ну и цена, она действительно невысокая, что делает ноутбук Osio Focus Line доступным. Прекрасное сочетание в своем сегменте. И если вы сейчас в поиске классного ноутбука для учебы, работы и отдыха, рекомендую именно его. Все подробности и ссылки на ноутбук Osio Focus Line F-150i можно найти в описании. Честно, погода просто потрясающая, не хочется пока что идти в торговый центр, поэтому мы решили погулять. И, наверное, возьмем сейчас какой-нибудь чай, что-нибудь попьем и наследимся с солнцем. Уж только заходишь в день, холодно, а на солнце прям реально жара. Кран поставили, а включить забыли. Не работает. А по-русски времени не работает. Они уже хотели попить, представляете, тут есть такой кран, чтобы можно было и мне попить, и им попить, и воды с собой набрать. Не попьют. Крепец, мы так не вплоились. Крепец. Очень вкусный травяной чай с медом. Мне кажется, это место создано для нас. Здесь никого нету. Здесь можно погулять, а нам можно посидеть. Бакс, ты хочешь тоже сидеть? Давай сюда. Вот она, булочка какая хорошая. Ты же только что пил воду. Ну что, друзья, все, мы в торговом центре. Сейчас, наверное, будем каждого брать на ручки, потому что, я думаю, не побоятся подниматься на эскалаторе. Или нет, или не побоятся. Сейчас посмотрим. Бакс, пойдем? Страшно, да? Страшно. Все, плюшка на руках. Фунтик у Дениса. Вы первый раз на эскалаторе едете, вы рады? Он пытается понюхать, что это за движущийся пол такой. Честно, у меня есть желание отпустить Бакса, чтобы он попробовал все-таки проехаться, но я думаю, это будет для него стресс, поэтому no, no, no. О, аромат вкусняшек бежит. Смотрите, мы взяли корзинку, сейчас будем набирать сюда то, что будете выбирать вы. Я решила мини-челлендж еще устроить, будем брать то, что они выберут. Пойдемте. Сначала к вкусняшкам, самое интересное нам сюда. Пойдем, пойдем. Тут есть ваш корм. Надо будет взять, и цена хорошая. Наш любимый стенд. Нам нужна говядина, вот ломтики из говядины, либо нарезка из говядины, что они хотят. Будете ломтики или нарезку? Нарезку Бакса, ломтики, фунечки. Ой, смотри, еще такие ломтики из говядины, они совсем маленькие. Берем или не берем? У нас просто аллергия на все. Вот ягненка еще можно выбрать. Спросим у Бакса, что он хочет, соломку из ягненка или ломтики из говядины? Выбирай, Бакс, выбирай. Вот это, да, будешь? Смотрите, есть колбаски из ягненка, либо ломтики из говядины, но уже от другого бренда. Сейчас спросим у Фунички, что он хочет. Фуничка, что ты выберешь? Вот это хочет. Там единогласное решение было, прям аж нос у него. Да, мои любимые у пацанов это деревенские лакомства. Особенно любят вот с этим щеночком. Вот тут есть нарезка из ягненка. Ну и можно взять, допустим, мясные колбаски. Баксик, выбирай, что ты хочешь. Серьезно? Колбаски? Ну давай еще раз. Что ты хочешь? До этого он хотел колбаски, сейчас хочет ягненка. Ну, Фунечка, ты попробуй. Мне кажется, они все хотят, они уже пить хотят. Давай то и то возьмем. Потому что нарезки из ягненка им точно нравятся, а колбаски я раньше даже не видела. Давайте порадуем Фунтика и выберем ему мячик. Это его больная тема. У него дома 100-500 мячей и ему всегда мало. Посмотрите, как здесь много вариантов мячиков. Есть. Вовсе не мячики, есть вот такие вот овальчики. Главное, чтобы он был мягкий. Сначала я сейчас выберу из того, что нравится мне. Потом предложу ему. Посмотри, тут несколько. А, там нет, там такая штука. Это один большой мяч из мячей. Да, это не несколько мячей, это одна такая фигура. Кстати, с недавних времен Фунчику нравятся еще вот такие штучки, канатики. Ну, если это к мячику они привязаны. Ну, возможно. Слушай, тут все такое жесткое. Фу, я даже не знаю, что тебе предложить. Во! Ну, она большая, она большая. Пойдемте еще посмотрим, какие есть игрушки. Как будто здесь, как будто все слишком жесткое. Вау, еще один стенд с мячиками. Вот они уже нашего размера. Они все жесткие. Вот идеальный вариант. Давай возьмем его и какой-нибудь еще на выбор. Тоже идеальный. Смотрите, мяч футболиста стоит 199 рублей, а вот этот 459 рублей. Уберем мяч футболиста. Не-не-не, сейчас узнаем. Фунтик у нас транжиры? Весь в мать или нет? Фунтик, а какой ты мячик хочешь? Выбирай. Один только можно выбрать. Только один. Розовенький или беленький? Смотри, вот такой. Еще он не пищит, кстати. А вот этот пищит. Ну, походу, он транжир, он все на розовый смотрит. Давай еще тогда посмотрим. Мне, конечно, надо, чтобы он прям схватил. Мячик, видимо, сегодня не его. Давайте смотреть какую-нибудь мягкую игрушку. Смотри, она прям шуршит. Может, даже и голова пищит. Да, голова пищит. Такая игрушка у него есть. Вон, там что-то ему принесли. Авокадо принесли. Фунтика, смотри. Ему такое понравится. Либо вот эту. Предложите ему еще, а то пусть выберет. Нет, все уже авокадом. А, все, ну все. Тогда забирай. Баксик, посмотри, может, тебе такую хочется штучку? Ну, ему бы такая понравилась, наверное. Смотри, какой утконос. Прям как ты. Будешь с ним лежать, спать. Фунтика, а ты бы хотел такого? Фунтика, тебе хочется утку? Нет, мне точно. Пакс, ты точно не хочешь утконос? У него одна игрушка уже изнеможена вся. Другой не надо. У него мячик любимый, мягкий. Он разорванный весь в хлам. Вот это можно показать, да. Такое вот он нравится. Это хвост енота. Посмотрите белку. Не то. Все, у нас перерыв на попить. Идеальная змея для тебя, нет? А я нашла у такого хомяка. Мне кажется, ему такое будет интересно. Посмотри, дома бегать за ним. Там есть лазерная игрушка. У нас есть лазерная путь управления. То есть, ей управляешь, да, прям сам? Да, да. Во, такое надо. То есть, это будет актуальнее, потому что вот это все-таки рассчитано на кошку. Когда кошка подходит, она ее трогает, а она дальше бежит. Вот, а здесь, то есть, как бы, именно эффект ухоты. Выбирай, какую ты хочешь. То есть, вот это будет интереснее. Так, давай, Хуночка, давай, ты присядешь и выберешь. Выбирай, какую хочешь. Нюхай, нюхай. Вот эту или эту? Ну, возле этой голова было больше времени, так что давай эту. Давай все-таки они выберут поилку. Нам нужно взять бутылочку для воды. Смотрите, есть вот такая. Вода наливается вот в эту часть. Есть вот такая. Опускаешь бутылочку, вода выливается. Хуночка, выбирай. Выбрал. Давай сидеть. Ну все, чача-мой чача. Надо тебе? Слушай, ну вот эта тема прикольная, чтобы не нагревалась. Но она ему маленькая. Вот так вот. Ну, только мы в шею не влазили. Чуть-чуть. Не прошел. Ты хочешь выбрать одежду, но нет, нет, сейчас жарко. Он просто очень любит наряжаться. Ребят, Шок, если у вас есть кот, то вам срочно нужны очки, потому что это очки для котов. Стоят они 377 рублей. Тут очень много бантиков, жалко нашим, некуда их прикрепить. Специальный плед для собак и кошек. Эти по 500, а этот прям 2 тысячи. Фунтик. Куда полез? Фуня. Он прилечь уже хочет. Слушай, он такой прикольный. Почему он столько стоит? Его постелила бы в лежанку, в машину. Ну вот этот я бы посмотрела. А, он даже какой-то интересный на ощупь. Это ковер какой-то. Ковер, да. Ковер, да. Да, вот его, наверное, возьмем. Да, можно постелить в лежанку. У них лежанка на заднем сидении лежит, они в ней, собственно говоря, и ездят. Специальная, автомобильная. Мы ее прямо так вот положим, и они будут на ней кайфовать. Да, вот это возьмем. А вот это я даже не знала. То есть, если только для меня. Слушай, ну можно взять, чтобы всегда лежала, а коленки прикрывала от них. А зачем тебе? Защищаться от них, когда они грязные. Бакс обалдеж. Смотрите, какая крутая штука. Влажные перчатки. Чистые, даже без воды. То есть, надеваешь на себя вот эти перчатки и вытираешь собаке лапы, живот и так далее. 300 рублей стоит 6 штук. Я возьму такой сейчас, прям протестируем, что у них лапы грязные, в машину садится. Нужно будет помыть. Теперь будем выбирать между легким ягненка и легким монгольской кунигне. Давай Фунечку будете выбирать. Фунечка, иди сюда. Сядь. Выбирай. Ну, слушай, ему нужна конина, а ему и гненок. Давай оба возьмем, что они легкое любят. Мы уже почти все выбрали, сейчас берем хорн. Вот, на 2,5 килограмма без лаков. Не, я думаю, такого достаточно. Шопинг для мопсов удался. Они набрали себе два пакета и вкусняшек, и всяких аксессуаров, даже пледы купили. Сейчас будем с вами все смотреть. Распаковку проведем, хочется на улице еще чуть-чуть потусоваться. Единственное, им немножко тревожно, мне кажется, в торговом центре, потому что тут крайне много народу. В зоомагазине было для них просто рай, блаженское место. Там их все почесали, все погладили, все пообнимали, сказали, какие они волшебные, замечательные. Так что они теперь довольны, идут на выход. Ну что, будем пробовать вкусняшки? Вот такую вот штучку открываем. Ломтики из говядины. Скажи, не зря же терпели все вот эти вот похождения. Вели себя хорошо. Все почему? Все потому, что потом вкусняшку обещали. Смотрите, какой большой кусочек. Просто за то, что мы вас очень любим. Им ровно на один укус. Всем сидеть, всем сидеть. Вот кто сядет, тот получит вкусняшку. Молодцы. Кто такой хороший черный мальчик? Фуничка, он меня сейчас даст. Нет, сидеть. 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 Лапу. Молодец, дал. На. Давай лапу. Умничка. Держи. Вот видите, уже и веселей становится. Сели. Сели. Сидеть. Фунтик, дай мне лапу. И другую хочу. Умница. И сидеть. Бакс, дай мне лапу. Молодец. Сидеть. Нет, ну, нет, нельзя. Давай, сидеть. Сидеть. Ну, Бакс, ты же хочешь вкусняшку. Давай, сидеть. Ну, давай, давай, давай тогда. Поймай. Раз, два. Давай. Раз, два, три. А теперь просто сидим и обдуваемся. Все. На этом все. Я думаю, достаточно, да? Это я сама потом поем. Итак, друзья, сейчас мы с вами будем тестировать вот эти перчатки влажные для того, чтобы помыть собак. Они должны удалять лишнюю шерсть в период линьки, уничтожать бактерии, неприятный запах. А также это прекрасная альтернатива водным процедурам. Ну, это похоже на перчатку для косметических процедур, только она сильнее пропитана. Мне надо сразу две. Сейчас я вас помою. Мамам очень нравится. Тишина. Ребята, вы поймали тишину. Это всего лишь с лиц. Лапы. Давай, давай, лапки тебе помну. Тебе помну. Ой, как хорошо. Да, Фуничка? Ой, как хорошо. Кстати, лапы у них чистые. Мне кажется, надо теперь сделать вот так. Переворот, да, чтобы чистой стороной их уже гладить. Давай задние лапки тоже помою. Ой, как классно. Они реально все мокрые. Ты просто посмотри. Уши может... Ой, уши просто одно удовольствие так чистить. Фуничка, сейчас тебе почищу. Вот такие грязные уши были у Макса. Фуничка, твои маленькие уши. Другими пальчиками. Это идеальная вещь для наших собак. Это то, что нужно. Фуни, тебе тоже грязные были. Просто понюхай. Это в твоих ушах было. Макс, понюхай, это твои уши. И уши Футика. Вы меня пугаете. Вы что так сильно дышите? Конечно, затратная висичка получается. Потому что всю собаку не протрешь. Что тебе еще протереть? Живот? Одобряю. Фуничка, ложись. Ложись, ложись, мой хороший. Лайк. Теперь мы с вами проведем небольшую распаковку того, что мы купили. Покажу вам все, потому что в зоомагазине, я думаю, мы не все показали. Во-первых, мы купили капли от лещей, потому что сезон открывается, соответственно. Мы чаще всего берем вот такие. Адвантик. Бутылка для воды, которую выбрал Фуня. Воз для лап, потому что сейчас все равно не идеально чистое все. Фуничка, Фуничка, тебе так жарко. Как людям смотреть это видео, если вы-то громко дышите? Давайте я вас угощу. Нарезку из говядины вы выбирали? Так что давайте всем сидеть. Все сели. Все сидят. И получают такую вкусняшку. Сейчас они подольше пожуют. Пока жуют, ловим тишину. Нам порекомендовали взять желудок барана. Также легкое монгольское конины. Это они выбрали. Смотрите, что нам еще порекомендовали. Легкое северного оленя. Большие, кстати, будете. Смотрите, вот вам сейчас пожевать, отвлечься вообще от всей этой суеты. Я думаю, они правда не будут такой сейчас жевать. Какой большой. Еще и с волосом. Держи. Кто будет? Бакс будет даже, представляете? Да, пусть жует. Им надо уже отвлечься немножко. На, Фуничка. Для них это все такой стресс. Как хорошо, что у них есть своя лежанка. Это просто лучшая покупка. Я каждый раз об этом говорю. Легкое ягненка, вкусняшки разные. Также взяли стоп-стресс. Потому что это иногда им надо. В общем, тут вкусняшки. Это неинтересно. Еще нам порекомендовали взять ломтики баранины. Потому что это прям мясо-мясо. Это как награда за что-то. Вот. Фуня выбрал мышку на лазерном управлении. Вернее, мышка лазерная, а на радиоуправлении. Видите этот пульт? А это мышка. Дома вам покажем. Самое интересное в этом пакете. Во-первых, я взяла вот такой большой плед. Наверное, больше для себя. Чтобы закрываться от них. Хотя это плед для собак. Плед двусторонний. С этой стороны он флисовый, серый. А с другой стороны он вот такой вот меховой белый. Размер у него 80 на 120. Далее, для них в лежанку мы взяли вот такой вот коврик. Стоит почти полторы тысячи рублей. Он двусторонний также. И его фишка в том, что здесь он как бы бархатный. А с обратной стороны он похож на барашка. У него размер небольшой. И я хочу его застелить прямо сейчас. Я не знаю, как у меня получится это или нет. Они только прилегли. Ладно, застилать не буду. Давайте я вас укрою тогда ковриком. Вот, под ковриком полежите. Обстановка по кайфу, скажи. Dog day, так что терпим. Еще одна находка, которую нам порекомендовал продавец. Это перчатки для ухода за животными. Похожи на перчатки для уборки, но посмотрите. Их тут еще и две в комплекте, что меня порадовало. Ой. Размер, ну, только на мою руку. Тебе, наверное, будет некомфортно. Они не пахнут, это самое главное. Потому что резина хорошая. И главная фишка этих перчаток, это вот. Такой приятный массажный эффект, чтобы промывать абсолютно все. Каждую щелинку вашей собаки. Идеально, сказали, блин, как он тебе, наверное, очень понравится. Кайф. Кайф. Тут уже миллион волос. Хорошая рекомендация. Мы любим ездить в этот зоомагазин. Делаем это раз в год. Но здесь очень хорошие консультанты, которые даже помнят Макса и Фунтика. Фунечка, смотри, что ты выбрал. Твой авокадо. Вот такого авокадо нам принес консультант. И Фуня сразу его захотел. Он сразу его выбрал. Только он его интересовал в этом магазине. Макс, а ты не выбрал игрушку себе? Вкусняшку только выбирал. А у тебя был шанс взять такого утконоса? Я же тебе все готова купить. А ты не взял. Ну и основная трата это корм. Кобец, мы столько там денег потратили, а это все. Понятное дело, средство от клещей всегда дорогое. Игрушки тоже. У нас новое развлечение. Мы играем в машине. Он рычит, он рычит. Давай я тебе лапки воском намажу. У Бакса проблемы с лапками. Весь у меня, они у него трескаются. Ой, какой балдеж, скажи. Просто замечательное ощущение. А что, он пахнет, что ли? Он пахнет. Представляете, первый раз воск для собак с ароматом. Очень приятно кокосом. Да, неплохо. Совершенно обычный воск для лап. Приятно пахнущий. Обычно он пах либо ничем, либо немножко воском. Давай лапку вторую. Фуничка, тебе тоже намажу, да? Давай. Ой, как хорошо. Все, можете обалдеть. Я, наверное, плед положу вот сюда. Все, защита кресла максимальная. Такая вот у нас сегодня док эстетика. Док кор. Ну вы же уже устали. Наверное, хотите немножко отдохнуть. Укладывайтесь, засыпайте. И скоро мы окажемся с вами в новом магазине. Я надеюсь. Вы хотите поехать в Ленту на закупку? Хотите купить себе мяско? Мяско. Так, девочки, мальчики. Мы заехали домой, чтобы переодеться. Потому что на улице похолодало. Все-таки еще не май месяц, только апрель. И чтобы пацаны отдохнули. Потому что, ну, дети устали. Им надо было поесть и отдохнуть. Они это сделали сейчас, слава богу. И уже могут продолжать наш, так скажем, челлендж док дэй. Но прежде, раз мы дома, мы сейчас с вами откроем вот эту мышь. Потому что Фуня уже весь в ожидании. Фунечка бежит открывать свою мышь. Чтобы вы понимали, мы кинули пакет в коридоре. И он начал копать пакет, чтобы достать оттуда мышь. Потому что, видите, здесь окно есть такое, через которое можно потрогать качество мыши. Да, мы сейчас тебе как откроем, как заведем то все. Нечко терпения. У нас есть мышь на колесиках. На трех колесиках. Фунечка пока что нельзя. С розовым хвостиком в виде сердечка и двумя ушками. Фуня нельзя. Так он так ее съест. Также есть пульт в виде котика. В котором уже должны вставлены быть батарейки, судя по упаковке. Я первый раз вижу батарейки, входят в комплект. Никогда такой надписи не видела. И есть зарядный кабель. То есть можно и заряжать, в том числе он еще и розовый. Мимимишно и зашкаливает. А, мышку надо заряжать. Надеюсь, она заряжена. Что-то я не вижу здесь кнопки, честно говоря. А давай мы пока... Фу! Бакс, смотри. Смотрите, для Бакса тут тоже есть игрушка. На, походу зарядить нужно. Бакс, смотри, какая идеальная штучка. Бегает сильно. Да, так это два в одном. Можно и лазером управлять. Типа кошка играет. У нас две кошки. Одной... Обязательно нужна красная точка. Мудик не играет с красной точкой. А второй нужна мышка. А все, наигрался. Мышку зарядим чуть-чуть. Фунечка, ну не получилось, она разряженная. Разряженная. Так, внимание. Мы зарядили мышь. Фунтик ее не видит. Она уже работает. Побрать что? Никак. Только вперед и назад. Я думаю, вы ее видите первый и последний раз. Даже Баксик ее загородил. Все. Назад, кстати, не хочет ехать. Все, она разрядилась. Она пошла уничтожаться. Фунь. Лучшая мышь. Фунечка, а ты цену видел на эту мышь? 1900. Я думаю, 100 рублей стоит. Пошелее. Нахрен она нужна такая. Ты забирай у него тогда. Будет по праздникам играть. Ты попробуй забери. Чтобы вы знали, у Фунтика самые любимые игрушки. Это мышки. Вот. Есть вот такая мышка. Это очень похоже, а только 100 рублей стоило. Могли 19 таких купить. А купили одну вот такую. Чтоб ты с ней играл по вечерам. Это-то твоя родная. Среди тоже серая с розовым. Нет, не надо. Это порезчик. Тура сгрызет, уничтожит. Купать всякую еду домой. Всякие нестечки. В шопинг будем делать. А с мышкой потом поиграешь. Давай потом поиграешь. Смотри, уже старший брат пришел. Я хочу сейчас тоже с мышкой поиграть. Смотри, что у меня есть. Фунь. Указка лазерная. Реально, игрушка два в одном. Когда-нибудь он съест эту красную точку. Бакс, смотри. Бакс, Бакс. Вот она, Бакс. Вот она. Это единственная игра, которая его забавляет. Молодец. Хороший мальчик. Вот она. Она хочет съесть. Бакс, вот она на ладони у меня. На ладони. Он не верит тебе. Он не верит тебе. Оп, смотри. Оп. Оп. Я думала, он сбросил мышку. Посмотрел что-то. Нет, он с ней пришел. Ворчит. Ну все, подарили, значит играй. Значит твоя. Что уж поделать, раз она тебе так нравится. Значит все, у вас любовь. Она бы могла бегать. Фунь. Баксу тоже интересно. Мы все хотим посмотреть. Он такой жопочник. Мы тобой обниматься будем. Будешь меня целовать? Спасибо. А что с Фунтиком? Друзья, посмотрите, что с Фунтиком. Он уснул. Что, приоделись, утеплились, поспали, поели. Так что можно ехать на ночной шопинг. У нас он уже реально будет ночной. Мишечка. Наша команда в сборе. Мне кажется, они первый раз едут в такой темноте на заднем месте. Ну, понятное дело, я с ними. Но в любом случае в такой темноте мы ездили только раньше спереди. На заднем месте впервые. Все тот же водитель. Замечательный, прекрасный Денис. И мы отправляемся в путь. Вы едете, знаете, куда? Вы едете на шопинг в магазин «Лента». Ведь там можно теперь шопиться с собачками. Надеюсь, вам понравится. Такой экспириенс. Ой, кто-то хочет спать. Представляете, хотела взять плед большой и забыла. Надеюсь, без пледа, да? Будет уютно. Ну что, можете нас поздравить. Мы, наконец-таки, доехали до большой круглосуточной ленты, в которую мы, на самом деле, чтеньку приезжаем вместе с вами на большие закупки. И крайне рад, когда мы здесь были, мы нашли тележку для собак. Соответственно, сегодня у нас первый шопинг с собаками. Посмотрим вообще, как в «Ленте» отреагируют на это, потому что не факт, что все пользуются этой тележкой. И самое главное, мы переживаем, что вдруг этой тележки в принципе сейчас не будет, которой можно с собаками шопиться. Я требую тележку для шопинга с собаками. Где она? Она же была здесь. Ее нету. Есть второй вход. Пошли на второй вход искать. Может быть, там их оставили. Ищем тележку на улице. Тоже не видим. Вся надежда на тот... Вон они там. Я вижу, все нормально. Пацаны, вы будете в шопиться в «Ленте». Смотрите, как им интересно. Ребята, ребята, мы никогда не были в «Ленте». Нам так интересно. Посмотрите, что с тобой удается. Во всяком вкусняшке должно быть. Ледька, мяско, всякие колбаски, сосиски. Бизай, бизай, бусли за покупками. Они так уверенно бегут, как будто знают, что им там точно кто-то стол накроет. Ну бежим, бежим. Пацаны, смотрите. Это тележка для вас. Да, тут какой-то мусор лежит. Вот эти, они такие опасные здесь. Хорошо, что я с собой взяла плед. Смотри, здесь вот что торчит. Это очень опасно. Давай вот эту лучше возьмем. Здесь тоже сильно торчит. Мы это сейчас все прикроем пледиком. Я взяла с собой плед на всякий случай. И не зря. Да-да-да, ты сейчас на ней поедешь. Мне кажется, нам надо брать две тележки. Я думаю, должны влезть. Пуничка, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Все. Ему очень... Все, 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 все. Все, все, поехали шопиться. Давайте пледик еще снизу чуть-чуть разложим. Да все нормально будет, чики-пуки. Поехали, пацаны. Пуничка, садись, мой хороший. Вот. Мне кажется, ему бы в обычной тележке было бы лучше. Там хотя бы видно, что происходит. Да-да-да. Страшно ему как будто масса. Давай, иди сюда. Мы же с тобой так хотели в магазин поехать. Не плачь. Ну все хорошо. Мы же рядышком. Мы тебе вкусняшек купим. Я тебе, смотри, что дам. Оп. И ой, как хорошо. Давайте, погнали. Ну мы потихоньку, друзья, потихоньку. Стресс для всех. Не только для них, но и для нас. Главное, чтобы для работников стресса не было. Первые секунды проходят успешно. Собаки все еще сидят в тележке. А в моем кармашке до сих пор имеются вкусняшки. Мы сейчас сразу достаем пакетик. И давайте сразу по вкусняшке. Можно спокойно ехать дальше. Ой, ребята, это так прикольно. Ковыриваться тележка оказалась вкусная. Ладно, сначала мне было очень славно. Но потом я как понял, что здесь есть плед. И есть баксик. И в принципе мои водители рядом. Значит, я в безопасности. И все-таки вкусно пахнет. Походу тут много еды. О, я люблю. Друзья, тут и вплавную так прикольно. Ой, Камела, я хочу смотреть в Камелу. Брунтик меня снимает. Снимайте, я такой красивый. Буду ехать как каёль. Ой, ребята, я уже вижу, что бы нам хотелось взять. Димплинги, да, но с креветкой. Мы их в прошлый раз на закупки не брали. Поэтому возьмем сейчас с пацанами парочку упаковок. Они по скидке по 239 рублей. Три упаковочки возьму. Смотрите, первая покупка. Это димплинги с креветкой. Вы их тоже любите. Мне кажется, вы первые, кто пришел на настоящий шопинг в ленту. Они, наверное, поставили тележки. Такие, ха, да никто не придет шопиться сюда. Так далеко. Просто лента находится достаточно далеко от города. А мы приехали. Я хочу взять плед. Вы скажете, зачем? Я такой, купила сегодня плед в магазине для собак. Но, друзья, там пледы маленькие и дорогие. Поэтому я хочу сейчас взять плед, который будет для собак, и всегда лежать в машине. Да. Мы арендовали ленту на эту ночь. Поэтому она такая пустая. Да вы мои бусинки любимые. А кто сейчас получит вкусняшку? Ты получишь, и ты получишь. Как хорошо, что мы поехали в вечер. Да. Как хорошо, что мы можем себе позволить арендовать целую ленту. Ведь здесь никого нету, кроме нас. Даже тележку подготовили. Тут так сегодня уютно. Столько новых товаров. Смотрите. По 199 рублей есть даже ботинки. О, смотри, кроксы. Ну, типа кроксы за 699 рублей за бабочками. Да, с джибицами. Цена всего 699. А что такое? Он хочет, чтобы его снимали. О, кажется, лето близко. Смотрите, достали все надувашки, круги, бассейны. Выбраться. Он хочет вкусняшку. А еще? Какие хорошенькие. Вот там уже бассейны. Пацаны, мы бассейны едем смотреть. Вау, надувашки, бассейны. О, корзинка для пикника. Смотри, какая красивая. Сейчас она стоит полторы тысячи. У нее скидка в 60%. Потом она будет стоить намного дороже. Пацаны, смотрите, какая красивая корзинка. А вы пойдете на пикник этим летом? В прошлом году мы так и не сходили. Молодцы, неудобно смотреть. Он очень хотел посмотреть. Ну, давай, я тебе покажу. Вот бакс. Вот такая корзинка. Понюхай. Видишь, как вкусно пахнет? Нельзя, нельзя, нельзя. Тише, тише, тише. У тебя же там брат внизу. Места крайне мало, конечно. Пойдемте в отдел с пледиками. Все сидим, все сидим. Погнали плед покупать. Пойдем, пойдем, ребята. Мы бежим за пледом. Все нормально будет. Не очкуем. Да, друзья. Мы всегда арендуем ленту под нас. Видите, никого, ни одного покупателя. Просто надо иметь связи. Пледы, кажется, проехали. Пацаны, нам сюда. Заворачиваем. Сейчас вам выберем самый мягкий и уютный плед. Давайте выбирать, какой плед вы хотите видеть в своем автомобиле. Вам нужно уютный, теплый. Белый можно взять. Вот такой есть. Он очень большой за полторы. Такой поменьше, но он пушистый. Есть вот за тысячу рублей клеточку. Такой, конечно, классный, но вы его зацепите слишком быстро. Как будто бы вот из этих надо выбирать. Такой, будете плед? Смотри, полторы тысячи. Приятный на ощупь, сохраняет тепло. И белый, все для вас. Да? Его берем. Правда? Маша, точно, это лучший плед мне, который Маша придумает. И что мне с этим пледом сейчас делать? Я вам тут положу его. Хорошо? Да. Теперь мы будем покупать вкусняшки для собак снова. Ну, хотя бы посмотрим, что здесь есть. А потом нам крайне важно прийти в отдел с мясом, потому что пацанов все закончилось. Кстати, зоотовары должны быть где-то здесь неподалеку. Ура, ребята! Мы нашли отдел с зоотоварами. Тут даже игрушки есть. Ой, кажется, кому-то сегодня купит бомбончик. За 66 рублей. Ой, который распускается уже. Хунь, тебе нужен такой бомбончик? Так, бомбончик мы берем, берем, берем. А у него такой был бомбончик. Я его выкинула недавно, он разорван. И заворачиваем в главный отдел с вкусняшками. Так, друзья, нам тут порекомендовали попробовать колбаски от бренда Триол. Вот здесь они есть, в магазине мы их не нашли. Есть говядина, как раз говядина им можно взять. Есть цветные колбаски Триол. О, вот это точно надо. Помню, когда раньше был педигрим, мы покупали им, чтобы зубки чистить. Посмотрите, что мы вам берем. Еще один вид лакомств. Ой, сколько игрушек. О, посмотри, это же не все. Это не все. Есть лягушка, а есть такой зайчик. Что ты хочешь? Вообще, очень сильно. Что будете? Смотрите, смотрите. Внимание. Что вы выберете? Ужасывается. Что выберете? Фуничка. Они выбирают, выбежите сюда. Они выбирают плед. Так, ничего, нам не надо из этого. Фуня, Фуня, смотри, что у меня есть для тебя. Такое ты хочешь? Такое он будет. Все, замуслявили, значит берем. Берем, берем, берем. Есть еще вот такая мышка на палочке. Она, конечно, максимально для кошек. Но зато здесь натуральный мех. Мышка может заинтересовать Фуню. Фуничка, тебе нужна такая мышка, скажи? Не хочет. Теперь мы с вами пришли в отдел с минералкой. Мы сейчас стараемся как можно пить больше воды. Если мы ее и так много пили, то сейчас вот просто овер. Вы делаете, вы что, вы что, вы что. Мы вот так вот, когда уезжаем из дома, целый день по магазинам ходим. А что думали, развлекаемся что ли? Нет, работаем. Я хочу взять боржоми, тем более она тут по скидке. Смотрите, литр. Ой, это 0,75. А тут должен быть вот, литр 25. За 159. В общем, цена хорошая за такой объем. Вот. Тебе водичка. Погнали в отдел с мясом? А хотите торт ночью? Прямо сейчас, пацаны, впервые увидят живую рыбу. Смотри на Фуню. Он в восторге. Что это такое? Вы такого никогда не видели. Это так интересно. Мальчики, это настоящая рыба. Мы приехали в главный отдел. Мясной. Тут выбор, конечно, небольшой мяса, поэтому мы возьмем пару кусочков говядины для запекания. Здесь хотя бы есть какие-то прожилки. Вот, смотрите, ваша ням-нямушка. Ням-нямушка. Все для вас. Фуня уже развлекается. Посмотри на него. Ой, просто идеальный кусок. Там жила, она прям твердая. Твое, твое. Смотри, как пахнет. Дичью, да, для тебя. Ну да, дороже чуть-чуть, чем в метро. Но в метро мы пока что не едем. Ой, пойдемте посмотрим сыр. Смотрите, здесь бри по скидке. Какой у него срок годности. Если хороший, то можно взять про запас. До 12 мая. Сейчас начало апреля. Можно взять. Он стоит 379 рублей за 200 грамм. Я возьму два кусочка. Даже, наверное, три возьму, потому что хранится целый месяц еще. Ой, это даже до 16 мая. Отличненько. Ой, так хочется сырную тарелочку. Вот такую. Тут пармезан. Гауда и блючит. До 3 июня. Два месяца срок службы. Срок службы. Но я возьму. Можно взять какой-нибудь твердый сыр, который вообще хранится очень долго. А вы знали, что оказывается пармезан еще вот таким кусочком. Он сейчас на скидке стоит 189 рублей. Ну, тут всего 125 грамм. Так что не так уж прям супер выгодно. И не самая лучшая срок годности. Смотрите, я обожаю, когда так продают продукты. Готовым паком пармезан и к нему мед. Но меда хватит, конечно, на немножко, но все равно приятно. До 15 мая. Прикольно. О, ребят, помните, мы брали вот такой сыр, кстати. Возьми мне его. Он очень вкусный оказался, с черным перцем. Но действительно для любителей черного перца, кто любит остренькое. Денису он не зашел, потому что он не такой фанат. А мне очень понравилось. Если у него хороший срок, я возьму. Он до 30 июня, конечно, берем. Рикотту нам надо? Сник, творожное масло. Прям реально как сметана. Давай попробуем. Посмотри только срок. Срок хороший, можно взять. Хорошо, вы там что-то трясетесь в билегу. Вот это моя любимая рикотта оказалась самая вкусная. Она до июня хранится, я возьму. И она самая бюджетная из всех. И самая идеальная по консистенции. Что, пельмешков возьмем, может быть, на ночь как залопаем? Или мороженого? Хочется все, на самом деле, потому что поздно. Мы уже, конечно, кушать не будем. Но хочется просто все. Боржами попьем и нормально. А кто будет вкусняшку? Пойдемте понюхаем колбасу. Кто такой хорошенький у меня? Пацаны сейчас первый раз будут видеть такое количество колбасы. Пацаны, нюхайте, пока есть возможность. Просто вон студене свинины, холодец, карпаччо, рулет куриный. Чувствуете этот запах сальцы, колбаски, колбаски. Давай, внюхивай побыстрее. А самое главное, соля, не соля. Запах вкушайте, богатство. Мясного. Вот, сервелат ваш любимый. Смотрите, покажу. Любите такое? Маша, мы любим все, что споделывает мято. Колбаска, спасибо, это очень вкусно. Но нам нельзя. Ой, знаете, что нам нужно взять? Чай. Какой-нибудь травяной. Я тут вижу, есть такой травяной таежный сбор. Зверобой душится плоды рябины красной, плодошиповника мята. Ну, блин, это надо в чайничке заваривать. Кстати, у Милфурта очень хорошие чаи. Гуарана, каркаде, хербалти, значит, травяной. В составе каркаде яблоки, ежевика, сок лимона. Ой, идеально, берем мандарин, цедра. Вот, 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 мы выбрали чай. Ой, это так весело кататься. Мои любимые печеньки. Маша, автономись. А им действительно очень радуются вот эти печеньки, только с апельсином. Их здесь нету. Какой-то ролик получается. Мы так много разговариваем. Какой-то нестандартный вообще. О, я хочу попробовать пасту с протеином. Смотрите, тут есть паста от бренда Чоколад. Написано, что она с протеином и, естественно, с орехами. А куда мы собрались? Это паста с кишью. Что вы понимали, здесь белков 3,5 грамма. На 15 грамм. Нет, на 100 грамм 23 грамма. Жиров 33 грамма. Углеводов 20... Углеводов 11 грамм. Пищевых волоконок 24. И 484 калории на 100 грамм. В общем, в одной ложке будет 72 калории в этой пасте. Надо оно нам? Не надо. А вот это хочу взять. Протеиновые конфеты. Никогда только не пробовала. А еще есть манго. Это кокос, это манго. Цена 104 рубля. Такое мы любим. Такое мы берем. О, посмотрите, шоколад протеиновый от Чоколад. Есть классический. Ой, не классический, что ли? Он с шоколадным кремом. Давай возьмем, что 84 рубля стоит. Есть с белым кремом. Я хочу вот таким, с шоколадным. У нас сегодня такая слегка ПП закупка, поэтому я хочу взять такой микс фруктов. Он должен быть вкусным, потому что тут все самое мое любимое. Кишью, миндаль, изюм. А тут еще и пекан есть. Ой, смотри, какой гигантский изюм или что это? Да, это изюм джамбу. У него размер вот такой. Ну и, наверное, я возьму еще вот это, потому что здесь банановые чипсы. Как-то очень это аппетитно. О, я помню, мы покупали вот такие упаковки. И тут реально премиум. Написано же премиум клап. Прозрачная упаковка, так что не страшно. А, нет, уже не прозрачная. Коктейль ореховый. Еще есть салфетка, чтобы руки вытереть. Ой, я вот такое возьму, тут клюква есть. Ой, смотри, набор для шампанского. Прикиньте, я первый раз такое вижу. Прям написано. О, шампанское. Фрукты, ягоды, орехи в молочном шоколаде. Причем тут не все в молочном шоколаде, только кишью в молочном шоколаде. Ой, я хочу кумкат. Из цукат. Просто когда голодный, нельзя ездить. И помэла буду. Помэла вообще бомба. И тайскую дыню возьму. Ой, ребят, все, давайте уйдем отсюда, я хочу все. Чеченьки с кленовым сиропом. Сдобные, ппшные. Такие не едим, Маша. А я такие бы поела. Перепес, так интересно, конечно. Вот, посмотрите, здесь как раз таки стойка с алкоголем. И к алкоголю есть всякие разные смеси. Это здесь даже с курогой чуть-чуть. Для пива, орехи с сыром. Раньше я такого не замечала. Орехи для красного вина. Тут все в шоколаде в темном. Все такое, типа темное пепино. Для шампанского. Это что такое? Для какого-то напитка, который я не знаю, как берем. А, коньяку. Коньяку набор. Для белого вина набор. Прикольно затестить. Тут все в белом шоколаде. Я, короче, так люто похудела, что у меня джинсы вообще на полу висят уже. А давайте выберем какой-нибудь журнал. Ой, тут Мэри Клэр есть. Новый выпуск выглядит вот так. Посмотри, посмотри. Кто это такой на обложке, кто знает, пишите в комментариях. Люблю журналы, покупайте. Просто реклама. Man Today. Это журнал для Дениса. Ну, стиль. Вот, это для тебя прям. Интересные у вас, конечно, развлечения мужские. Вот, за кадром тоже для тебя. Гес. Смотрите, новый автомобиль. Китайский, наверное. Вау. Фамин и дофамин. Это чисто мой муд по утрам. Всем спасибо. Ну что ж, наверное, мы погнали на кассу. Закупка у нас, я думаю, сегодня будет не крайне большая, да? По затратам. Рассчитываю тысячи на 3-4. Что, что-то мясо набрало? Ладно, на пятерочку ставим. Купили вам все самое необходимое. Можно сказать, что шопинг в Ленте прошел успешно. У нас получился большой чек. Я не знаю, как, но даже здесь мы потратили 10 тысяч рублей. Вернее, я знаю, как. Мы купили плед дорогое и мясо дорогое. Как вам наш шопинг? Я думаю, вам понравилось. Давайте выгружаться. Ой, Буся первая. Все, давай, походим без поводка. Буся вторая. Можешь тоже немножко походить. А мы пока здесь все соберем. Еще, представляете, мы все пикали на кассе самообслуживания. Это было, конечно, челленджем. Главное, не забыть свой плед. Фуничка никакой здесь. Мистер оператор, вы будете хоть что-то забирать? Теперь я груженная всем, чем можно. Готова отправиться в машину. Пойдемте. Ура, мы едем домой. Самое главное, что я сейчас распакую свой новый плед. Фуничка, не надо метить территорию. Фуня настолько хочет сюда вернуться, что это произошло. Мы подняли лапу. Но собачья жизнь, она такая. Без этого никуда. Вам понравилось? Скажите честно. Я думаю, что ему очень понравилось, потому что потом они уже вошли в азарт и кайфовали в этой тележке. Слушайте, ну это классно. Мне так нравится, что наконец-таки появляется больше мест, где можно с домашними животными. Особенно с собаками, потому что у нас как-то это все не очень в почете. А вот так вот, куда вот можно сходить еще со своей собачкой? Редко в какое кафе, в магазин, редко пускают, кроме зоомагазина. Но вот лента, док-френдли получается. Можно приезжать спокойно, тусить, метить бортики. Никто не ругается. Бакс, а твой бортик где? Фунтик все пометил. Пойдемте, пойдемте. У нас идет за тест гаджета той самой бутылочки, которую мы купили днем. Бакс сразу понял, как все это работает. Фунтик до сих пор не понимает, откуда берется эта чудная жидкость, но пьет. Кстати, удобная банка. У нас были все виды уже, абсолютно все. И на самом деле идеальной для мопсов нету. Потому что у них плоская морда, и мы постоянно из-за этого таскаем с собой чашку складную. Вот из-за этой вроде бы у них получается пить, это радует. Ой, как вкусно. Вы слышите, как он кряхтит от удовольствия? А я, между прочим, тем временем разложила новый плед. Он настолько большой. До сих пор не понимаю, что за магией. Меня просто оговорили, обговорили в зоомагазине, как и тряпочку за полторы тысячи, когда здесь целый плед. Вернее, я знаю, зачем я буду использовать тот самый коврик, который я вам показывала до этого из зоомагазина. Я его буду использовать, когда мы идем куда-то гулять, чтобы им постелить, чтобы они посидели где-нибудь на лавочке. Потому что я беру обычно с собой полотенце. Это выглядит не очень, а тут будет у них коврик. Ты будешь еще пить? Это моя бусинка маленькая. Пьет аккуратненько. Вода скатывается по пледику, все как надо. Фунь, ну это уже наглость. Все, все попили. Теперь терпим до дома. Писать, какать уже во дворе будете. Пристегиваемся. Плед реально шикарный. Ну что ж, друзья, мы дома. Разбираем пакеты вовсю, как вы видите. Ну-ка показывайте, что купили. Ты мышь купил. Ну-ка, где твоя игрушка, Фунтик? Забирай своего маленького Жорика. Будешь играть? Он будет играть. Ну что, друзья, это был замечательный, длинный, долгий день. Спасибо, что вы его провели вместе с нами. Надеюсь, вам понравился наш Dog Day. Если хотите продолжение таких дней, где мы проводим целый день с нашими замечательными, прекрасными мопсами, дайте знать, комментариями, лайками и т.д. и т.п. Да. И на этом все. Увидимся с вами в новых роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok